привет мои хорошие с вами селена и сегодня долгожданное видео особенно мною и вами тоже это мы будем готовить сегодня суши я расскажу самый простой свой рецепт как готовить суши как это делаю я без лишних заморочек быстро просто и главное а еще и полезно для суши я уже отварила рис покупаю вот такой вот рис обычный он для суши можно использовать обычный любой круглая зерновой рис здесь по способу приготовления все по инструкции я его сварила сейчас мы с вами приготовим заправку в домашних условиях можно купить эту заправку но я не купила не подготовилась поэтому столовый уксус вода соль сахар сейчас сделаем эту заправку и приступим приготовление заправки для риса 3 столовые ложки водички сюда добавляем 2 столовые ложки у меня вот такой столовый уксус я его и добавляю вообще лучше яблочные вообще лучше купить рисом так 1 2 все со временем делается по вкусу можно один к одному делать можно три столовые ложки положить также сюда нужно сахара 2 чайные ложки можно сначала нагреть потом потихоньку все сюда добавлять а можно сразу так и чайная ложка где-то примерно соли все теперь все это нам нужно поставить на огонь на медленный и пока все это не растворится вот размешивать все время помешивать на медленном огне как только все растворится с огня снимаем и даем остыть прошла буквально 1 минутка все растворилась кристалликов нет не обязательно все это добавлять мы смотрим просто чтобы рис был пропитан и может быть это же на свой рис добавлю немножко посмотрим и так я сделала рис уже приготовила здесь у меня всего один стакан риса нам нужно дать немного остыть нашей заправки и после этого мы будем добавлять ее в рис пусть немножечко все остынет мы пока подготовим другие ингредиенты что нам еще понадобится для суши для суши нам понадобятся вот такие вот листы это нори я вообще все это брала в пятерочки в пятерочке все есть в магните есть есть даже специальные отделы где все продается для суши вот такие листики вот они внутри что-то лежит чтобы они не потели я вот такие вот беру в общем какие какие есть такие беру дальше палочки также беру это мы будем ими кушать потом и еще нам понадобится для катки вот такой роллинг специальный выглядит он вот так он тоже в отделе роллов продается здесь мы будем закатывать нас на нос и суши нос и суши обычно это выглядит вот так ставите берете вот так вот нори берем а глянцевой стороной до глянцевой стороной вверх с одной стороны глянцевая с другой стороны не глянцевая вот с глянцевой вверх и вот так я кладу мы уже приготовились лепить с вами суши еще у меня здесь имбирь который я уже заранее взяла соевый соус который мне как-то присылали вот очень удобно в таких сюда вот так вот налила водички немного это я буду смачивать ручки для того чтобы заклеить потом наш ролл ну а также для начинки мы сейчас приготовим с вами огурец мы его почистим и порежем вот такими длинными дольками авокадо тоже почистим порежем как можно вот так вот дольками также я взяла креветки вот такие консервированные я буду с ними делать рыбку мы тоже нарежем дольками приготовим и я люблю вот такой вот крем чиз сливочный сыр он не должен быть сладким есть специально филадельфия можно использовать просто классический сливочный сыр кстати надо посмотреть что это за сыр машин реально только для чизкейка ой идеально подходит идеально такой ну что все готово я порезала вот таким вот образом огурчики авокадо жидкость убрала от креветок немножечко порезала кстати очень вкусная рыба мне понравилось приготовила значит сливочный сыр приготовила водичку здесь у нас нори лежат под рукой да так давайте теперь мы разберемся с нашим рисом так рис помешала добавляем сюда немножечко вот так видно я буду это сейчас дела так добавляю на глаз так вот раз возможно даже и все это то что я приготовила сюда пойдет это заправка она дает рису больше склейкости и придает такой пикантный вкус да можно все на самом деле вылить ничего страшного все что приготовила все вылила в этот один стакан тщательно перемешиваем все перемешала ставлю это сюда подальше расставляю все как мне удобно и приготовлюсь все готовность поехали хорошо всегда иметь воду потому что липнуть будет будет риск рукам и все будет грязно и нужно будет промывать давайте делать будем вот так горизонтально так как больше получится так теперь я беру прям рукой рис вот так вот вот и выкладываю вот сюда размазывая его тонким слоем как бы не размазывая а раскладывая его тонким слоем я покажу сейчас самые классические суши которые я делаю и в принципе и других я и не делала мне эти нравятся можно по краям немного оставлять потому что когда мы будем закатывать нас потом еще будут вылазить все это за края ну вот здесь вот мы оставляем наверху какую-то часть можно больше можно меньше мы потом будем заклеивать вот так теперь я добавляю например я хочу сейчас сделать авокадо я добавляю авокадо таким вот образом красивым равномерненько их немножко стараюсь разложить теперь давайте сделаем креветочки разложим как бы такими слоями видите любите много креветок кладите больше креветок можем также сюда добавить еще и наш сыр сыр тоже вот так вот аккуратненько размазываем вдоль больше меньше кто как любит все вот я разложила чуть-чуть полоскаю руки ровненько изначально все должно стоять у нас здесь теперь я беру и закатываю все это вот таким образом раз и закатала здесь промазываю закручиваю и начинаю дальше формировать креветка выпала то есть вот так вот я формирую колбасочку все она склеилась вот такая получилась у нас ролла как видите по бокам все что лишнее а выпало можно либо съесть либо на место поставить и выкладываем это все на блюдо потому что хорошо бы чтобы она была не свежая резать ее а чуть-чуть чтобы остыла ой креветки сюда идеально вообще подход так положили одну следующую берем вообще можно их еще и напополам резать делать может быть их не очень большими поехали дальше рис кстати у меня здесь не на большую порцию риса вот на двоих может быть поезд может если кто-то очень любит суши то может даже на одного тут поесть хорошо делать суши дома когда мы можем сами контролировать сколько чего класть то бывает нам то не хватает чего-то то еще можно все контролировать докладываем теперь мы сделаем с нашей рыбкой кладем рыбку вот так вот и с огурчиком сделаем рыбка огурчик я кстати не стала его чистить а можно вот так вот один прям положить потому что у нас будет здесь сливочный сыр тоже вообще если вы делаете с авокадо часто бывают не кладут больше сливочный сыр потому что авокадо сам по себе такой сливочный можно сказать но я люблю больше поэтому я всего этого добавляю все полоскаем ручки здесь заодно вот так можно промазать сразу здесь вот так закрываем об сформировали сформировали и дальше до конца поставили тадам вот и все готово следующий наш ролл готов ставим его на наше блюдо так у нас по моему осталось там на один или на два еще а этот я сделаю с рыбой с креветками у меня будет богатый ролл попробую кстати и без авокадо только со сливочным сыром как думаете вкусно будет закатываем креветка так третий готов и у нас остается буквально вообще даже не полный ролл сделать еще один вот так вот осталось риса надо его распределить у нас в этом ролле будет очень мало риса много начинки так все это все так хочу добавить авокадо потому что я его так есть не буду надо авокадо побольше сделать так что сюда у нас остаются креветки потому что больше я не нарезала рыбы креветки кстати можно сюда положить также я огурчик еще один и сливочный сыр все закатываем вот таких вот четыре полосочки у нас получилось сейчас я все уберу и мы с моим будем резать и смотреть какие же они внутри и пробовать итак для того чтобы красиво порезать наши роллы они должны остыть первым делом и нам еще нужен острый нож это тоже важно чтобы они были ровненькие теперь мы режем так первый не остренький получился очень аккуратненько медленно чтобы они даже не гнулись вот этот уже хорош опачки сейчас я все выложу и потом покажу вам так ну что вот такая красота у нас получилась как видите да вот это вот у нас креветки креветки и рыба здесь у нас только креветки тут у нас только рыба в общем вот такие теперь мы сервируем наливаем в нашу соусницу вот так вот соевый соус достаем немножко я немножко не люблю поэтому немножко вонючки вот эти вот имбирь вонючий имбирь кладу его здесь рядышком немного его не надо вообще у меня всегда есть лимон но почему-то сегодня его нет очень странно но приступим к дегустации не смотрите на мой задний фон потому что когда я готовлю у меня полный разгром везде так первое что я хочу попробовать это вообще как креветки сочетаются вместе с рыбой сейчас я это именно и попробую ммм 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 слушайте ну очень вкусно мне нравится очень нежно все классно вообще рис можно именно его количество толщину тонкость смотреть у меня например любимые любят поменьше риса в сушах поэтому он когда делает он делает тоньше ммм давайте теперь попробуем чисто креветки и авокадо вот такая вот у меня здесь была собственного производства ммм 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 последнюю попробую это красная рыба с огурцом ммм 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 каять погам ммм ммм да ммм ммм лук ммм 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 лук Для меня самое быстрое это сделать вот такие суши. И это удобно, если приходит большая компания. То, конечно, вы сэкономите. Потому что если только на одну себя огурец купи, авокадо купи, креветки купи, рис купи, нори купи. Сделал. Мало того, что я все это не съем даже, а сколько денег было потрачено на все это. Это невыгодно. На большую компанию да. У меня мой любимый, он еще умеет делать, чтобы была лосось сверху. Он даже запеченные делал как-то. Вот, поэтому я не спрашивала, но я думаю, что в интернете много всего. Я показала самый быстрый, мой самый простой способ. Вкусно и серника. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, ставьте лайк. Оно мне очень тяжело удалось. Я к нему очень долго подходила и наконец-таки сделала. У меня теперь полный разгром на кухне. Надо все это убирать. Внимательно следите, потому что этот рис, все это летит, пока вы делаете суши. У меня лично уже даже рис к ногам прилип. Вот. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Я рада, что я сняла это видео. Надеюсь, когда я буду монтировать, оно будет нормальное и я его все-таки выпущу. Я вас люблю, целую. Лайк, подписка. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok